вызывает начальство к концу обучения в школе летчика-испытателя или говорит урал куда ты хочешь я говорю куда пошлют туда пойду только очень хотел бы чтобы на завод где выпускает истребитель тогда еще мап был а у нас свое предложение есть тебя оставить в летно-исследовательском институте работать и потом последующем подключить к отряду космонавтов который в это время формировался а формировался ради того чтобы провести летные испытания горизонтальные то есть в атмосфере и космические для бурана и вот это слово буран не употребляли а управляли инфекции изделия 11 f35 ну хотите пожалуйста шпионов путали ну вот я и загребил так условно выпустился работал через год меня уже говорят руку иди давай на комиссии медицинскую мы тебя поняли что ты не такой большой идиот берешь выскочил а еще только продолжал и чё интересно мы тогда значит работали на всех типах которые там в институте было их обдачет на было и вот накопилось у меня и 50 типов и модификации это только для пользы работы если нет для того что вот урал вазибович сидит весь себя такой умный галстук бабочку поправляет нет ребята это нужно для профессии это нужно для опыта для того чтобы разговаривать с учеными с конструкторами между собой вот поэтому значит вот это вот мне повезло дико я считаю что мне очень здорово повезло но и в то же время если бы значит программу не закрыли а программу закрыли после первого полета восемьдесят восьмом году 15 ноября полетел один полет сделал ну он как два витка вертолу на третий сел без экипаж все автоматического и как получилось что если он сел то мы теперь уже чуяли откуда пахнет извините за выражение навозов что тут перестройка этот ай-яй-яй денег нет столько работы пошло извините к потому что опыт был у нас набранный мы бы потом в космос полетели потом бы передали этот бурак военным это их заказ был а мы значит его осуществляли первые полеты и легкие испытания они потом подключались бы паровоз ушел но по поводу вот этого многоразового космического аппарата самолетного типа так его называли это было задумано еще до войны великой отечественной но не нашими не советскими учителями и прочими там если голову задумал зенгер такой гражданин европы он задумал фашистской германии запузырить его выходил за пределы атмосферы бомбанул и опускался и садился в районе где-то австралии тогда какие-то острова задумка была такая то есть он мог нанести пока летит по кремлю там по калиновке чуть бабахнуть но дело все в том что и это не получилось ну понятно что там война шла и все это надо было первый раз делать но ты меня сомнение что зенгерам удалось что-то сделать но вот когда уже начали делать значит первые полеты 60 фугара шейдат 70 подожди 70 81 году 81 дню рождения моего волка петровича мой бывший шеф к нему взяли запузырили спейс шаттл который назывался колумбия он там тоже провертелся сел благополучно сборная плотность мяса потом они делать начали другие подъемы и за время эксплуатации многоразового корабля вот этому с крылышками два экипажа убили один на старте который поднимался 85 и 86 году взорвался там и один рассыпался при входе в атмосферу потому что у него крыло был уже прожжет и приходим атмосферу там большие температурные нагрузки и силовые ну и рассыпался этот аппарат вместе с экипажем два экипажа убили ну и потом все таки прокрыли эту программу служить а вообще мне нравилась другая программа которая там параллельно шла она вызвалась 9-12 изделий день в чем дело там одноместный истребитель который мог сбить какой-то спутник какой-то космический корабль и тут же приземлиться через один видов но паровоз ну это очень просто потому что на орбиту их выводят за счет ракетных двигателей там он работает вокруг земли вращается потом задница вперед поворачивается отрабатывает тормозной импульс поворачивается мордой вперед и тут у него никаких двигателей нет и вот за счет снижения то есть двигателем не может служиться гравитация вот за счет снижения с вертикальной скоростью около 100 метров в секунду он входит в плотные слои атмосферы тут значит у него плазма наступает с ним связи нет а потом из плазмы вылезает и рассчитывает так трехновую чтобы в район аэродрома посадки пролетел а дальше уже зависимость от того где находится экипаж или автоматика решает задачу его приземления то и гасит все эти меры конечно ты на письме за пределение дело в том что я был оставлен летчиком инструктором харьковского высшего военного авиационного училища полку который называется 810 учебно-авиационный полк и базировался в чугуеве я там прослужил 6 лет а потом ушел в министерство авиационной промышленности меня дембернули был военным стал гражданским но летать не начал на всем чего угодно вот какой собажан есть хочешь летать у изучая его сдавай зачеты и приступает вот чё мне там в этом в космосе делать чистота пустота только услобанный унитаз вот и пожалуйста это пакуру заворачивай или что там еще а я когда как летчик тем более испытатель должен соображать как его бутылку влезть и причем вылезти из этой бутылки и остаться живой а двигателя это нету то есть двигателем является гравитации тянет к земле и вот я эту силу использую ну я конечно только один а просто там целая группа людей большая страна практически создавала этот пейс шаттл советский бурал денежки туда вышли большие но зато сделали но все же я вам скажу что мне больше нравился одноместный который со спины мрии должен был взлетать но эта программа сдохла и она и не выходила зато старт должен был выполняться со спины мрии это антоном 225 выходил на орбиту и там сшибал спутник или российский корабль вредный для нас воздух портящий а потом тут же у него топлива то не было и он аккуратненько садился то же как бурал то что территория динамика вся такая же как у бурал у нас такая работа была что значит она базировалась на том чтобы выйти на закритический режим какой-то но все это делалось не так тяпляк как представляют ноги к этому делу подходят медленно методически грамотно проведя всякие моделирования и после этого уже ставится задание летчику летчик делать должен все точно так ему сказали и спрашивать если чему непонятно но всякая была старуха бывает сломался там где-то хотели словаться ну так бывает ну и двигатели гасли и сигнал пожар сработал вот только единственное что надо учитывать свою свой опыт надо ему забывать наоборот его надо держать памяти чтобы где-то использовать или заранее как при подготовке допустим программу надо значит не спешить лезть впереди паровоза ну не человек же не бог но я вот сижу и думаю о том чтобы вы не думали что вы бараны тупые а наоборот вот я сколько за свою инструкторскую работу за свою летно-испытательскую работу понял что без таланта людей не бывает пусть у него талант такой или сякой нравится не нравится но у него есть просто его надо найти себе и применить но желательно конечно талант который нужен людям и тебе тогда получится совпадение и интересов и получится и пользу для людей ну кто-то музыки кто-то значит клизмы вставить но мне повезло у меня значит лицо пола желание ну я насчет талант или тоже загибаем но способности более-менее нормальный меня никто меня первого выпустили на вид 21 на четвертом курсе я полетел первый то есть каждый самолет типа я значит на л-29 начинал потом 17 миг-15 потом значит миг-21 пф ну там модифика ты там бога но дело то что самолет мучу то один и тот же но с различными совершенствами пробу институты итоггов вывы в этот шутбилот францейс монкапин компоннions с юг-15 цен на руке джер мы Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok